Конкурсы на получение государственных субсидий становятся значимым инструментом взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций. Буквально на днях состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов отбора проектов для предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашия. В этом году на грантовую поддержку некоммерческих организаций всего запланировано 16 миллионов рублей. Большую часть средств проектанты уже получили по результатам первого этапа. По итогам второго конкурса отобрано еще 20 проектов. Им будут выделены гранты на сумму почти 5 миллионов рублей. Если говорить по направлениям, какие же приоритетные направления оказания государственной поддержки стально-ориентированным некоммерческим организациям, то наибольшая доля приходится на проекты, которые реализуются по работе с молодежью, научно-техническому творчеству молодежи. Более 32% проектов приходится именно на это направление. Также очень популярно направление развития массового спорта. Не остаются в стороне социально-ориентированной некоммерческой организации и от реализации проектов по повышению качества жизни людей пожилого возраста, по социальной адаптации инвалидов и их семей. Большое внимание также им уделяется и развитию межнационального сотрудничества, что тоже актуально для нашей республики. И поддержка материнства и детства. Вот уже три года осуществляется финансовая поддержка социальных проектов НКО. Всего за это время было выделено около 43 миллионов рублей. А воспользовались государственной поддержкой 109 организаций. Это очень своевременная и важная поддержка для реализации тех идей, тех проектов для некоммерческой организации. Согласитесь, порой ведь основной причиной не выполнено тех или иных задач, целей, желаний некоммерческой организации – это, естественно, нехватка денег. А то, что государство, республика нам сейчас вот в таком виде оказывает, это, несомненно, большая поддержка. То есть идет полноценная поддержка развития общественности. Средняя сумма гранта – 390 тысяч. Но есть проекты, которые набирают большее количество баллов и получают более 500 тысяч рублей. За три года нам удалось осуществить несколько больших, достаточно, проектов республиканского значения. Мы привлекаем, прежде всего, конечно, нашу молодежь, школьников к изучению нашей древней и прошлой истории. Это очень важно. И в последующие годы нам удалось, благодаря вот этим субсидиям, организовать целое направление изучения и исследования памятников природы Чувашии. Они как-то немножко забыты и оказались неоправданы. Кстати, количество добровольцев в таких социально ориентированных некоммерческих организациях увеличилось более чем на 20%. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.